всех приветствую как вы уже поняли лэпушку я за кадром провел и сделал еще много много работы сейчас вы все поймете почему расскажу где что поставил потому что я уже давно хотел это сделать давно я хотел построить город ростов-на-дону и вот сегодня как раз я это и осуществлю давайте сначала покажу что я сделал потихонечку чтоб вы понимали да как все работает потому что моя цель была за кадром сделать так чтобы когда я буду снимать таймлапс все работало как часы там и шла доставочка там плавилась сталь зима наступила стали опять плавится то есть я этого добился и все хорошо первое смотрите сейчас перемещаемся сначала в камышин в камышине я поставил вот такое вот общежитие с общежития теперь опять идут переселение соответственно в обскол и там у нас подпитывается наша сталелитеечка далее смотрите вот здесь вот я поставил школу ну мелочи видите там школу там этот поставил и теперь тут больше рабочих и соответственно рабочие быстрее работает на вот этих вот предприятиях далее смотрите сейчас в новом уренхо и я запустил еще один автобус их теперь курсирует 2 они вырабатывают просто нереальное большое количество битума и топлива которая снабжает у нас скол и снабжает шахты то есть вот этот 4 квадрата все они снабжать теперь переходим в обскол давайте вот сюда вот так в обской смотрите поставил здание которое вырабатывает древесину для него нужно подвозить именно еду и алкоголь и теперь более-менее быстрее стабильнее все это вырабатывается также поставил еще одно расположение роты и также еще поставил где-то вот здесь вот находится маленький клуб и принципе все и заасфальтировал кусочек вот дороги как меня и просили видите вот тут кусок дороги которые теперь можно доезжать зимой именно рабочие на шахту и привозят именно уже железную руду туда куда нужно то есть все хорошо как вы могли уже заметить все равно писем перемещаемся суда я здесь тоже немного по асфальтировал ох как это все было долго вы даже не можете себе представить вот у нас только стали смотрите здесь я поставил вот такую вот штуку подстанцию не зря сейчас мы будем здесь строить город новый ростов ростов на дону то есть и увидите какой я уже давно его хотел еще три серии назад его хотел отстроить не за того что некоторые нюансы в игре были я его не смог как стартнуть начнем планировочку первый этап готов смотрите я буду именно понемножку именно планировать не прям все скопом сразу а потихонечку сейчас объясню почему я хочу попробовать чтобы не на ровной доске было вот видите вот тут вот идет такой склон его долго выводил вот так туда-сюда хочу чтобы именно под таким неким углом склоном было построить именно здание получится у меня или нет видите вот вверх она так подымается по чуть-чуть я попробовал здание здесь ставятся но мне для начала нужно провести дорогу потом отстроить вот это вот набережную и потом дальше дальше потихонечку планировать давайте сначала сейчас дорогу проделаем вот так вот 30 миллионов делаем дорогу и потом уже будем потихонечку дальше планировать я думал очень интересно со сквериком получится в прикольно в каком случае у нас и и и и и и небольшой кусочек набережная готова остался сейчас последний штрих мне нужно просто сделать чтобы вы понимали как будет выглядеть набережная потому что вот это вот не набережная так сейчас покажу ай красота а ну давайте поближе посмотрим ай красота красотища слушайте вот летом прям нужно посмотреть как она выглядит вот это вот набережная и еще удалось именно под на кончиком сделать именно дорогу и сейчас есть и по на кончикам удастся именно домики поставить это вообще просто будет шикарно ну с этой да вот видите вот подъем идет об вот с этой стороны как раз видно как идет подъем о сколько много стали 107 тонн значит не зря я строю смотрите давайте для начала сейчас проведем дальше линию электропередач нашу высоковольтную где-то она вот здесь вот будет еще один трансформатор да да под станция под станцию где-то вот тут вот еще одну подставим так что сначала давайте уэб проведем высоковольтного потом уже будем дальше размечать потому что мне нужно иметь в виду где она будет проходить это линия электропередача не нравится мне как становится уэб я предлагаю сначала наверное вот тут вот набережную сделать и потом уже от нее отталкиваться вот этот вот кусочек еще более менее нравится вот тут вот нет слишком близко тем более там еще дорога будет надо сначала набережную забахать кстати что у нас там с населением а у нас все хорошо да плюс-минус держатся отлично все значит а до набережную делаем это окончательный результат который у нас будет хавань это было долго но она этого стоило сейчас покажу именно как по ландшафту выглядит это все чтобы вы понимали я надеюсь вы за это лайк прожмете видите какой идет склон то есть тут перепад такой довольно приличный вот видишь как она идет и должно в принципе быть ровно ну я очень надеюсь теперь здесь посмотри какой перепад видишь как вверх идет прям и здесь видишь как вверх идет и здесь вот как идет то есть в принципе Если издалека смотреть, это очень даже симпатично выглядит с перепадом вверх, но то, чего я хотел добиться, это вот этот вот результат, сейчас возьму домик, так, жилье, не знаю, ну вот такое, допустим, видишь, я могу на этом склоне строить домик, то есть, если даже, допустим, будет плавненький какой-то подъем вверх идти, вот там вот на горе, где у нас шахты, то я смогу прям вот на подъеме строить именно домики и проводить там дороги, вот этого вот я в игре давным-давно добивался и не получилось, я надеюсь, ты лайком поддержишь это все дело, давайте сейчас, знаете, что начнем, потихонечку дорожку отстраивать, раз домики здесь уже можно везде поставить, значит, отстраиваем дороги, ставим потом здесь, потом проводим линию электропередач, в лапушку вот так вот сюда и будем потихонечку дальше кусочек за кусочком, кстати, набережная, кусок одной набережной, чтобы построить, нужно потратить 10 тонн стали, то есть, вот тут вот заложено около 50 или 60 тонн стали, ну у нас достаточно, 110, отлично, все работает с населением, 15-15, 18-18, смертей и рождение одинаково, все хорошо, погнали строить. Давайте сблизи посмотрим, что наши строители здесь настроили. Ай, лепота, красота, интересно, как это все будет летом выглядеть, теперь меня интересует дорога, ну, дорога, смотрите, в принципе, очень прям ровно, очень при очень ровно, давайте сейчас последний штрих сделаем, вот тут уберем именно землю, землю уберем, чтобы у нас была водичка. Землю убрали, давайте посмотрим, как оно выглядит. Ой, прекрасно, просто прекрасно, еще немножко тут зелью не добавить, вот так вот тут все сделать, шикарно будет выглядеть. Вот тут райончик такой на высоточках поднять, здесь немножко расстроиться, вот так вот плавненько в эту сторону пойти. Ой, как шикарненько тут все будет выглядеть. Смотрите, начало нужно побеспокоиться с электричеством. Сейчас я проведу вот так линию электропередач, подключусь к именно подстанции, чтобы мы уже понимали, подстанция подключена, и будем оттуда уже прокидывать именно электричество туда, куда нам нужно. Забыл совсем про вот это вот сказать. Вот это вот у нас получается как бы порт. Сюда могут пришвартовываться именно кораблики с жителями, откуда там они будут плавать, и именно снабжать какое-то предприятие. Так что оно не просто так, это не декорированный порт, видите, здание подключено, и все, так что нормально все. Все, сначала сейчас лапушку вот так вот тянем, отстраиваем ее, и потом уже будем дальше вот тут вот наводить красотень. С электричеством задачу решили. Там, если что, у нас есть выходы, подключимся туда, куда нам нужно. И здесь тоже у нас есть именно подстанция, подключимся туда, куда нам нужно. Тут все равно места не сильно много. Что? Жилой район. Смотрите, вот у нас есть область. Сейчас я начну ее планировать. Начну, наверное, с дорог. Хотя, в принципе, можно прямо дороги и дома, не важно. Потихонечку мы такое делаем мини-колыбельню, плюс еще для обеспечения именно народов, которые будут работать вот тут вот внизу на всех вот этих вот предприятиях. Так что нужно будет что-то такое комбинированное сделать вместе с общежитием. Приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Первый кусочек города готов. У меня при планировании возник один вопрос. Сейчас я хочу его проверить. На паузу я поставил. Общежитие, ну скажи мне, тебя можно как-нибудь выключить? Нельзя общежитие вообще никак выключить. Просто если они сейчас отстроят дома, там еще я не настроил теплоцентраль, там нету больницы, нету пожарки, они же начнут автоматически туда переселяться, понимаете, да? А зимой они просто вымрут. Тем более тут еще еды не будет, они тоже вымрут. Давайте их, наверное, сделаем следующим образом. Так. Снять строительство. Пускай дороги делают, но дома пока не строят. Дома отстроят, когда уже будет полный именно склад, магазин, едой, чтобы они сюда переселились. Тут именно на 500 человек, 550 человек. Именно вот этот вот небольшой райончик Ростова-на-Дону. Вот это вот у нас детский садик. Это у нас универмаг, магазин. Это у нас развозка. Кто бы мне там не говорил, что когда нету именно товара, они автоматически поставляются на склад, там я проверил. Вот когда вот, вот тут ноль, а здесь есть, заходит именно покупатель, и когда именно в магазине ноль, он ничего не берет. Я вот специально дождался этого момента и проверил, так что лучше я буду через именно похрустчики подавать именно еду, столько, столько им нужно. Это у нас получается кинотеатр, а вот это бар. То есть вот это все мы сейчас отстраиваем. Смотрите, что потом дальше. Я, как и сказал, я буду именно кусочками отстраивать, не все сразу нахрапом, не все сразу залпом. Вот тут вот будет находиться цепь централь, здесь будет находиться университет, здесь будет находиться школа, может вот тут даже школа чуть поближе будет находиться, даже может две. Одна школа здесь, другая школа тут. То есть тут еще такая, будет мелкая планировочка, и также мы еще будем ввести электричество. То есть сейчас я пока отстраиваю то, что у меня есть. Я надеюсь, я успею все это сделать. Если не успею, тогда мы с вами будем это все достраивать на стриме просто хочу хоть какую-нибудь красоту также мы тут еще будем деревьями все оформлять я тут еще скверик еще не знаю где мне оформить то ли с этой стороны может огородим еще эту подстанцию есть у нас такие заборчики красивые все посмотрим все поделаем давайте сначала вот это вот отстроим тогда мои отменил до дома отменил все остальное пускай строится так теперь момент истины я хочу сейчас вблизи посмотреть как же все-таки она на этом бугру построилась до возвышенность идет же идет дорога покажи мне как ты построилась как ты вообще выглядишь ну ну я скажу не особо косо как бы да то есть получилось а здание как стоит смотреть какой перепад большой это здание чуть выше это здание чуть ниже ну дорога все нормально выглядит вот бывает какие-то видишь косяки непонятные то есть на неровной поверхности когда строишь то я думаю это сблизи-сдали вроде но так дома не построились тут тоже нормально нормально ну слушайте симпатично красиво получается счастья с другого берега зайду посмотрю как она если вот так вот да вот на возвышенность идет потихонечку вверх и домики бух-бух-бух-бух-бух-бух стоят отлично просто прекрасно я думаю некоторые из вас думают то что он тут морочится там бы в стальку и занялся бы я просто хочу построить город и хочу построить имя потребителя который будет битум потреблять тут наверное еще поставим именно теплоцентраль и которая на битуме будет нормально кстати теплоцентраль на битуме ну-ка покажись есть и да есть вот она теплоцентраль на битуме а сколько ты вырабатываешь мега джоулей 22 мега джоуля вот это вот вопрос сможет ли она снабжать вот всех вот этих вот ребят но я думаю если даже не сможет то можно будет что-то посильнее вот 5 тонн битума 10 мега ватт электричество потребляет и 600 мега джоулей насколько ты большая ой ты коптить наверное сильно будешь да ну как бы не знаю как бы лучше поступить что поставить или две вот таких вот битумных маленьких скорее всего они где-то вот тут вот будут стоять у нас такой будет такой небольшой промышленный райончик вот здесь вот когда я проведу и будет как раз все хорошо ну там разберемся если чего в ту сторону потом нормально выйдет давайте вот тут вот я не буду большую еще планировочку сделаю вот здесь вот поставлю именно все что необходимо там осталось именно больница такие по мелочам и тогда подумаем что дальше делать а готова еще парочку именно здание накинули это у нас школа это у нас получается поликлиника а это пожар очка но на я чтобы это все отстроить нужно опять же монолха стали но вот это потребовалось что я вот это отстроился около трех не не трехсот где-то 200 тонн стали 220 тонн стали но вот это все ушло то есть чтоб не опять вот это отстроить сколько у меня сейчас стали 43 тонны вот тут находится вот здесь находится 43 тонну это мало этого очень мало давайте сделаем следующим образом я вот тут вот сейчас стройку всю заморожу чтоб ничего не было за кадром на фармлю стали на субботнем стриме мы красивенько с вами вот здесь вот по планируем построим и все равно уже сейчас стабильная ячейка работает именно по людям по всему то есть все что нам остается я вот по крайней мере все остается это просто сидишь и ждешь пока будет фармится сталь так что если вам такое нравится ставь лайк подписывайся на канал и в сообществе сегодня наверное после с этого видоса создам как раз голосование во сколько вам удобно прийти на стрим и будем вот этот вот город отстраивать кстати назвать его нужно это же ростов-на-дону как и просили так давай-ка меня просили ростов-на-дону значит будет ростов-на-дону все отлично первый город я выполнил подстроил потихонечку будем закрывать все остальные хорода которые там донаток бросали всем остальным так что встретимся на стриме пока